Всем привет! Сегодня я хотел бы поговорить на одну достаточно неприятную тему, которую меня попросили поднять бывшие узники боевиков, освобожденные по обмену в декабре 2019 года. Бывшие пленные обратились ко мне с просьбой, чтобы я рассказал об одном человеке, который так же, как и они, был освобожден из плена по обмену в декабре 2019 года. Этого человека зовут Евгений Бражников, но в отличие от других наших пленных, которые сидели там в плену у боевиков, этот Евгений Бражников не является ни украинским военным, ни сторонником Украины, а он является бывшим боевиком ДНР, который воевал против Украины и в какой-то момент попал на подвал к своим. Но потом, каким-то непонятным образом, он был включен в списки на обмен, и наша страна помогла ему освободиться и выйти на волю. Впервые о Бражникове еще в прошлом году уже рассказывал еще один наш бывший пленник, освобожденный по обмену, это журналист Станислав Асеев, который сидел вместе с Бражниковым в секретной тюрьме-изоляции. Асеев ее потом описал в своих книгах, которые сейчас приобрели в Украине достаточно большую популярность. Так вот, по словам Асеева, Евгений Бражников помогал администрации тюрьмы и принимал участие в издевательствах над пленными сторонниками Украины. В том числе он избивал и самого Асеева, и других пленных украинских военных. Наша камера тоже ночью открылась, мы даже не успели вскочить, потому что уже тут же нас начали бить, крикнули все на колени, руки за голову, мы встали, и тут же я получил несколько ударов сначала от Бражникова, а потом залетел кусков и, собственно, сбил меня несколькими ударами просто на пол. Ну, мне просто повезло в этом смысле, потому что они-то издевались круглосуточно, каждый день над теми, кто сидел в камере, без каких-либо приказов. Сейчас Бражникова судят уже в Украине. Судят потому, что люди, которые с ним сидели, написали на него заявление. Но дело в том, что поскольку существует вероятность, что Бражников отмажется, ему удастся избежать ответственности, сейчас очень важно об этой ситуации говорить и задавать самый главный вопрос. А как вообще такой человек оказался в списках на обмен? Это действительно вопрос самый важный, потому что Бражников это реально бывший боевик, который воевал против Украины, просто в какой-то момент попал на подвал к своим. Вы знаете, что там на самом деле такое часто бывает, боевики враждуют между собой, есть различные конкурирующие группировки, и Бражников начинал воевать еще вместе с группировкой Гиркина. И в тот момент, когда Гиркин уехал в Россию, то есть сбежал, да, его все окружение попало в опалу. Бывших соратников Гиркина стали сажать, и в том числе посадили и Бражникова, у которого нашли целый арсенал оружия, и обвинили его в том, что он, значит, по заданию украинских спецслужб собирался устраивать диверсии. Но это было то оружие, которое Гиркин вывез еще летом 2014 года из Славянска. Оно хранилось у Бражникова, и понятно, что никаким диверсантом он не был, а просто-напросто это оружие приплели, когда понадобилось его закрыть. И вот когда Бражникова арестовали, началось самое интересное. Его же соратники по борьбе за русский мир бросились его выгораживать и доказывать, что он не виноват, он вообще не имеет никакого отношения к Украине и его спецслужбам, и наоборот, Бражников это такой пламенный патриот республики, и арестовали его несправедливо. Например, вступился за Бражникова не кто-нибудь, а известный блогер Анатолий Шарий, который записал видео в поддержку Бражникова, рассказал, что Бражников не виноват, все обвинения против него это фигня, а также выложил интервью с родителями Бражникова, которые тоже заявили, что их сын невиновен, и все обвинения против него это полнейшая чушь. Я этого человека знаю лично. Эти обвинения в том, что он работает там, диверсанты какой-то, теракты, на СБУ, вот настолько же они нелепы. Мы решили пообщаться с его родителями. Бражников Николай Митрофанович, наш сын был задержан МГБ и подозревается, как... В диверсиях. В диверсиях. Обвинили в каких-то преступлениях, в каких-то несуразных преступлениях. Сегодня не 37-й год. Разберитесь, товарищи руководители, почему мы отдали здоровье, почему мы отдали деньги, свое время, разве это можно делать? А вот уже рассказ известного боевика ДНР Евгения Тинянского. Это тоже не фейковый, абсолютно известный персонаж. О нем масса информации в сети. Можете погуглить. Он давно уже уехал из Ордло, потому что он же не дурак жить в той республике, которую он сам построил. Он живет сейчас где-то в России, но он достаточно активный блогер, часто выступает в российских СМИ. То есть это абсолютно реальный человек. И вот что этот самый Евгений Тинянский рассказывал про Евгения Бражникова, в его защиту, когда Бражникова только-только посадили на подвал боевики. Был задержан сотрудниками Министерства государственной безопасности ДНР Бражников Евгений. Он был задержан по подозрению в шпионаже и в работе на службу безопасности Украины. Евгения Бражникова я знаю, я с ним знаком. Знаком с ним с марта 2014 года. Когда началась горячая фаза, боестолкновения и прочее, Евгений тоже не остался в стороне. Он до этого занимался практической стрельбой. У него было несколько единиц огнестрельного оружия. И когда мы воевали в аэропорту 26 мая, он не остался в стороне. Он, значит, обеспечил, устроил себе огневую позицию со своей винтовкой. Когда началась Славянская эпопея, Евгений также не остался в стороне. Оказывал всяческую поддержку бойцам Славянского гарнизона. Она выразилась в первую очередь в том, что он абсолютно на безвозмездной основе поставлял в Славянск устройство для точного прицеливания. То есть это снайперские прицелы высококлассные, это тепловизоры, это приборы ночного видения, это коллиматорные прицелы. Поверьте, эти средства, спецсредства, которые мы передавали туда, средства Евгения, в том числе и финансовые, они сыграли свою позитивную роль в укреплении боеспособности Славянского гарнизона. Вот такого заслуженного борца за русский мир Украине удалось вызволить из изоляции. Кто-то может сказать, ну а вдруг Шарий и Тинянский выгораживают этого Бражникова, потому что они сами агенты СБУ и таким образом они заступались за своего подельника. Но только против Шария открыто дело по обвинению в государственной измене и на агента СБУ он как-то не похож, а Евгений Тинянский давно находится в России, он уже многие годы ведет такую антиукраинскую деятельность, если бы он как-то был связан с нашими спецслужбами, его бы уже там давным-давно разоблачило ФСБ. Ну и чтобы развеять окончательно все сомнения относительно того, кто такой Евгений Бражников, я сейчас покажу уже свое видео, это интервью, которое я записывал с одним из бывших пленников, который тоже находился в изоляции, был освобожден нами по обмену в декабре 2019 года. Это сторонник Украины Александр Репетило, которого тоже боевики посадили на подвал. Репетило сидел в изоляции вместе с Бражниковым. И он прекрасно знает о том, как там Бражников себя вел и что он делал. И дальше я просто показываю вам рассказ этого человека, который сидел вместе с Бражниковым. Попал в изоляцию, после изоляции где-то первые две недели ты находишься, это очень стрессовое состояние, поэтому тебя держат в заперти, свои пытки психологические, физические. Ну а когда понимают, что ты уже остаешься там надолго, как объяснил один из охранников, почему снимают пакеты потом, это когда они понимают, что ты уже там остаешься на очень долго. То есть тебя начинают выводить на работы. Ну там я познакомился с Бражниковым, он был старшим, то есть он как бы был главный, который общался хорошо с администрацией, то есть с Палычем он был в друзьях, то есть он спокойно перемещался, то есть он был без охраны, то есть ему давали, чтобы он был надзирателем над несколькими пленными, то есть ему направляли там, иди там что-то сделать, и он там брал 10, он мог прийти сказать, дать ему там 5 человек, 10 человек что-то сделать. Когда он находился в подвале, ему приносили особую еду, то есть он питался своими колбасами, то есть не как пленный. Палыч напивался. Это, получается, глава этой изоляции, начальник, да, самый главный? Да. Да, он напивался, ходил, избивал, ну это как было его развлечение, и просто в один из дней, как-то, ну это практически постоянно идет, в один из дней, получается, ночью начинается, как бы, шум, ты слышишь, как открываются камеры, ты понимаешь, что в эту ночь тебя будут избивать, ты слышишь, как открывается одна камера, начинаются крики, сначала крики там на пол, бьют ногами, ты слышишь, как бьют, слышно, как люди, бывает слышно, как отлетают в стены, бьются, ну, как бы, потом открывается следующая камера, и ты слышишь, опять же, смех, слышишь голос Бражникова, как он веселится, то есть, он кричит, кракен придет, он называл так Палыча, то есть, когда Палыч напивался, он просто был счастливый, а для меня это человек маньяк, я честно говорю, это тот, который, кстати, я забыл еще момент, один описать, сейчас я еще расскажу этот момент, я его сейчас вспомнил, и получается, вот так же дошли до нашей камеры, он открывал камеры, у него были ключи, он открыл камеру, и начал веселиться, ну, что вы готовы, то есть, в таком плане, то есть, зашел он, зашел Кусков, потом зашел Палыч, Кусков начал бить, Дмитрия Карпука, Палыч начал избивать, там находился, военный ДНР, он начал его избивать, потому что тут поздно встал, как бы, на его взгляд, ну, он бы изразился, он бы так, потом он сказал, избейте его сильнее, то есть, серьезно, они его хорошо избили, у него там, повыбивали пальцы, сломали ему, и получается, в этот день, меня, Бражников, нанес мне несколько ударов, то есть, и, как бы, все, они пошли в следующую камеру, то есть, ну, потом Палыч меня бил, такая ситуация, мы узнали о том, что он попал в обмен, не в день обмена, мы когда находились на 32-й колонии, нам сообщили, кто попадает в список, сначала нам сказали, построиться на улице, кого они назовут, но мы уже понимали, как бы, что это что-то связано с обменом, многие, ну, как бы, половина осталась, а половина попала в этот список, и нас ввели, как бы, в главное здание, в 32-й зоне, и получается, что в тот момент они показали список, кто попадает, именно сами охранники 32-й колонии, и там мы увидели Бражникова, мы были все шокированы, то есть, мы были шокированы тем, что это человек, который, что он творил на изоляции, то есть, его взгляды, и он никогда их не скрывал, то есть, он в открытую говорил на изоляцию, он смеялся, и говорил, пора переобуваться в Укропа, на обмене в Майорске, получается, начался конфликт, уже первый, ему начали спрашивать, и я подошел к нему, то есть, как остаются пацаны, Матюшенко, Харабирюши, Ставцев, еще много людей, которых можно назвать Мазур, это люди, которые остались, а он попал, то есть, этот вопрос задавался всем, то есть, как бы, там начался, ну, как бы, шум, и нас попросили, как бы, мы находимся среди камер РФ, Украины, то есть, чтобы не создавать, как бы, провокацию, ну, как бы, на съемку, и мы решили, как бы, дождаться, он уже тогда начал, что вы до меня цепляетесь, да ладно, что вы, ну, а потом уже попадая в Майорск, конечно, получился конфликт, ну, как бы, его успели защитить, так, а дальше уже это, вот, суды пытаемся. Конечно, было бы очень интересно узнать, а как такой человек вообще мог попасть в списки, почему Украина его оттуда достала, у меня есть только предположение, дело в том, что Евгений Бражников, еще с довоенных времен, человек очень небедный, у него нет проблем с финансами, очевидно, у него была тут и какая-то крыша, и это позволило ему провернуть всю вот эту комбинацию и в итоге оказаться на воле. И я записываю это видео специально, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и для того, чтобы этот человек не смог избежать ответственности за то, что он творил там с нашими гражданами, с нашими пленными. Я думаю, вы понимаете, что эта информация очень важна, ее важно распространять и очень важно ею поделиться.